А, пять лет назад схлопотал я инфаркт, грохнулся наземь прямо с клюшкой в руке. Как оказалось, то был мой звёздный раунд. Ведь после 13 часов операции тройного шунтирования я обрёл то, чего мне не дали 40 лет армейской службы. Понимание. Мир перед мстителями в неоплатном долгу. Ведь вы сражались за нас, защищали нас, рискуя собой. Народ, по большей части, видит в вас героев. Но есть и те, для кого вы скорее линчеватели. А к кому бы нас отнёс госсекретарь? Пожалуй, к угрозам. Как назвать группу лиц, обладающих чудовищной силой, не признающих суверенность государственных границ и никому не подчиняющихся. И, что самое главное, признаемся честно, чихать они хотели на возможные последствия. Нью-Йорк. Далее, Вашингтон. Заковье. Заковье. Лагес. Ну всё, достаточно. Последние четыре года у Вас были безграничные возможности и никакого надзора. И теперь мировая общественность больше с этим мириться не желает. Впрочем, мы нашли выход. Заковьянский договор. Одобрен 117 странами. В нём прописано, что мстители отныне не являются частной организацией. И впредь они будут действовать под надзором комиссии ООН. И только в тех случаях, когда комиссия сочтёт это необходимым. Задача мстителя – оберегать мир от опасностей. Что мы и делали. Скажите, капитан, вам известно, где Тор и доктор Беннер? Хоть примерно. Пропади, у меня пара 30-ти мегатонных бомб. Я бы не на шутку всполошился. Компромиссы и заверения – вот на чём держится мир. Поверьте, это наименьшее из зол. А тут свод ограничений. Через три дня Совет ООН встречается в Вене для ратификации договора. А если наше решение вам не понравится? Уйдёте в отставку. Продолжение следует...